ребят всем привет вы на канале чтобы выжить с вами Денис как всегда 13 мая Сочи всем доброе утро прекрасное сегодня встал утром в 6.36 время выбираем самозанятого решил сегодня по самозанятому покататься ну только не проверка личности как всегда плюс 7 так мне не увеличили выше 495 по каким-то причинам 48 даже не дали коэффициенты у нас типа до 280 сегодня работаем по промокоду кто хочет стать самозанятым получить два промокода бесплатно под каждым роликом есть описание там мой промокод на последнем шаге регистрации вводите и при совершении двух поезд 10 поездок получаете два промокода от яндекс такси вот видите промокоды мне за вас придет один вам придет два потом вы также будете делиться уже своим промокодом с друзьями можете получать по одному промокоду кому интересно самозанятым на последнем шаге мой промокод в описании под роликом и получите 12 часов со сниженной комиссии берем применить смотрим до 18 37 13 мая у меня будет без комиссии даже доставка ставим на линию я думаю сразу же сейчас что-то прилетит а может и не прилетит и пойдем покатаемся сегодня по городу сочи что получится то получится то получится плюс 120 принимаем через 200 метров поверните налево а затем поверните налево вы верните налево а затем поверните налево я сейчас и но приусловом кузове так сядет и дают а то аква нифига себе класс ну батареечка пробках стоять это крутяк и опять чудесному образом куда-то ведет туда привел поверните налево а затем поверните направо у магнита вы стоите а люлю понятно у меня просто в другое место привел сейчас подъеду девушка горит женщина ничего я не скажу короче капец ребят едут дайте сигарету 214 рублей дали 300 приехали к пацанам каким-то у них там в кармане баба к я еду всю дорогу думу не заплатит блять сиденье прыгает да ребят чего делать сиденье сырое я поддержку напишу может промокод еще дадут ребят в общем затер я туалетной бумагой пятно неприятно конечно но вроде на ощупь уже не так сыро наверно высохнет что ли надеюсь попшикал может запах исчезнет яндекс написал сделайте четкие фотографии ну там уже пятна то не видно трогаешь сыра не знаю как она там она даже не спросила и открыла эту фигню сказали пришлите стс ку на фоне пятна не знаю что будет да мне самое главное еще промокод активировал но вроде не сыра то сейчас люди сядут сейчас еще подожду поедем дальше работать спутанно говорю немножко потому что и ну я немножко в шоке что происходит все хорошо самое главное чтобы не вонялось сильно если вот молоко прольется это я точно знаю что как здесь будет воняще она впитывается и там киснется в поролоне все ну тут не знаю как будет в общем первый заказ 300 рублей поедем дальше чё как пойдет да еще такой прикол женщина спрашиваю не знаю успел сказать а не подскажете где магнит не подскажу за е уже короче собакой гуляет я очень в шоке честно говоря было насколько у нас запущено все у некоторых так отчет у меня часы не сохраняется почему-то не то ли ладно неважно включены тарифы доставка и эконом все хотя бонусы я вам говорил да уменьшились до 170 так это просто кошмар отправим пользуются предупреждение он не смог должен был пачкать салон я уже отправила промокод на 12 часов вы найдете его в разделе учу ребят я в общем-то доволен чуть не поехал короче против этого но я затем вроде бы не так давайте спасибо напишем не так надеюсь запаха не будет такие дела написал мне помогли вы найдете промокод было два стало три вот он сегодня появился отлично ну хорошо 1000 рублей не знаю стоит ли химчистка ты тысячи рублей ну слава богу это не молоко все едем дальше работать я не хотел писать да думаю дай напишу почему нет хотя там вообще чуть не новичок у них но видите яндекс хоть в этом деле помог немножечко 7 утра заказами что-то туго так проводник поехали сколько километров 7 километров 12 минут может там что-нибудь даст поедем что просто кататься ну так все вроде хорошо солнышко светит сиденье высыхает ванищи вроде нету промокод далее 300 рублей заработали поехали дальше проезжаем жд вокзал сочи коэффициенты до плюс 140 но это там где-то где-то там куда мы едем по проводнику еще пять километров ребят пришел от двери до двери плюс 120 но я решил взять думаю а чё проводник я выключил сейчас посмотрю вы ее твою мать подъезд 7 71 квартира я думал это с кафе посмотрим сейчас куда будет зато пока сиденье просохнет едем по донской открыл задние окошки тоже вот на пшикал этой своей вонючка кто видел у меня такая пшик 140 рублей ванилькой не должно пахнуть надеюсь так что такие дела доставочка плюс 120 от двери до двери посмотрим куда и какая цена больше всего я честно переживаю где машина если что поставить надеюсь что будет где доставки минус конечно горю тратится время 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 это как бы типа деньги но ничего я верю тем более мне наш но просохла вон и анти дома те седьмой этаж я не прочитал ли что не работает еще да там я посмотрим там а где там семиэтажные знания и очень не хватает ручника ребята это здание надо как только сейчас заработает сразу сделать ручник блин так вот два три 4 5 6 7 этажное здание так 1 подвесе лифт 7 этаж направо до конца так оставляем так ребят он взял если видно этот пиджак там тип того ли чё очень знаю чё внутри срочно делать ручник невозможно сочи без ручника и за ки раньше справлялся запах конечно мне кажется есть то ли вина то ли сигарету ли вонючки в общем плюс 120 на был коэффициент так на гагарина поехали 4 километра 12 минут цена 351 рубль учитывая что что это без комиссии я думаю что это неплохо потеряла конечно времени сходил тут и фитнес надо на рецепшене отдача с поедем еду такой думаю вот видите хорошее дело что сделал кто-то забыл пиджак или что-то еще там такое что доставочку все и не любят брать а я почему вы видите взял и не подсохнет возможно лучше ребят ехать то три километра до 7 минут показывает я уже минут 15 стою в пробке вот такие дела доставочка звонит сейчас клиент которому надо ставить эту одежду где вы едете такой вежливо а то у я думаю или глючит телефон типа я стою у него по приложению я здесь пробка выезд на донскую все 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 говорит охранник пустил вот он уронж фитнес вы приехали здравствуйте а оранж фитнес тут я у на хэнде есть а Ну не ко мне, а я на рецепт не оставил, как сказали. Субтитры сделал DimaTorzok Так, не выключил я камеру туда, да? Ну ладно. В общем, он идет. Сейчас я проверю, что у нас там с этим. А тут тоже выехать еще можно. Угу. Все, здесь можно выехать, спасибо. Я грешно рецепт не оставил. То ли проскочил, то ли что. Непонятно. Так, кстати, у нас же промокод, можно включить по делам в Адлерс, загонять может, да? Давайте так и сделаю. Едем в сторону Мори Мола. Не знаю, что будет на солнышке, видно по делам. Просто пока я тут не понял, мне надо посмотреть, что у меня там с сиденьем туда-сюда. Так. Подъемник гондола. Возможно, и короткие, и выгодные. Ну, кто его знает сейчас, как с Мори Мольчик. Это какой-нибудь, как в тот раз, Красную Поляну. Прикольно, дальничок скатаемся. Посмотрим. Наверное, зря я поставил по делам, потому что я в зоне коэффициентов до 280. Ну, и сами знаете, Яндекс такая вещь, что не угадаешь, что он тебе подкинет. Ты рисуешь, кто-нибудь всегда красиво. Да, кстати, 563, два заказа без комиссии. Ну, знаете, да, если самозанятым будете становиться. И мой промокод вводите на последнем шаге. Две смены по 12 тоже получите. Так. Заворачиваю к Мори Молу. Я в зоне коэффициентов, но ничего не приходит. Вон автодом прикольный. Можно ездить и жить. И он пишет. Опа! О, 4 километра подачи на шумен. Заказ отменен. Плюс 20. Странно, он иногда показывает не коэффициент, а он иногда показывает... Вот мой любимый Мори Мол. Ну, просто платная подача плюс 25. Ты как бы, типа, можешь отказаться, но потом приезжаешь, там он начинает с коэффициентом. То есть скрывает коэффициент по каким-то причинам. Давайте опять ухожу с линии. И все же давайте опять поставлю... Что-то нету нормальных заказов. По делам. Подъемник. Поехали. Постоим, подождем. Посидел в вакансии, полистал. Мало ли что попадется. Ничего пока такого нет хорошего. Стоит по делам. Тоже ничего не выпадает. Смотрим, что будет дальше. Сам не знаю. Так, ребят, пришел заказик. Плюс 80 всего. Давайте съездим, посмотрим, куда. Где-то здесь, ну... Где-то здесь, а где, я не знаю. Где-то у... Как его, блин. У Мори Мол, у ЮКЛОМ и Новый Век, хотел сказать. Так, ребят, 145 рублей продолжить. Кто-то мне звонил с Москвы, может, по поводу работы. Хочу все же поискать работу, отправить. Следующий заказ. Развернитесь. Я с маленькой собачкой. Я с маленькой собачкой, как скажете. Как там говорят, за перевозку животных в дополнительное бабло. Ладно, довезем, маленькая собачка, сделает доброе дело. Эй, написал. Я очень люблю собачек. Сейчас прикольнемся. Направо. Продолжение следует... Море я... Вечер... помочь я понял мясной у артура я вот вас жду да тоже не могу найти где есть вы подойдете до в общем ехать два с половиной километра на вишневую чем посмотрим сколько это будет стоить пять минут где-то на меня увидела где я найти не могу не вижу пожалуйста так 350 150 350 рублей рублей 350 я сдачу нашел вроде ничего в этот раз не забыл поверните налево где-то здесь сейчас развернуться какой-то заказ мне был с платной подачей какое-то товарищество в общем сейчас поедем искать дребезжит еще защита я уже как-то говорил на выхлопной трубе от этого под температура есть такой разъехались поедем скажу результат 2 и 7 подачи 9 минут даже не знаю куда там плюс 40 или плюс 70 было подачи платная с коэффициентом нет не знаю но посмотрим приезжаем куда-то в частный сектор ну тут бетон очка начинается включил кондиционер потому что открытыми окнами выпадные газы летят так бетон очка закончилась красота впереди-то видите там я стоимость будет известно скажу вам куда чего за сколько подачка конечно не из лучших каких-то какие-то дебри но я не нервничаю особо нормально сейчас посмотрим аж интересно чем куда будет так в уж самокаты хочет не с самокатами связаться посмотрел мое резюме ехать на горького 6 километров полчаса офигеть трудный участок даже но посмотрим сколько это будет стоить чего уже приехали посмотрим в другой дороге видимо сюда не было мне кажется так вот пришлось до свидания 2 и выходят не там где надо так 350 рублей куда-то девчонки куда-то едут самарские так пропустил заказ самолетик не сработал в этот раз ставим по делам и ставим блин надо поговорить оставим опять на красную поляну по делам black star burger мы закрыли говорила я вам выкупили весь полный этаж в аренду сняли так сейчас отвечу вам да он резюме по работе все пишут хочу надея и какую-то работу все-таки ребят включил по делам 10 утра баланс короче без комиссии сейчас скажу сколько у меня 1195 плюс там сотка чревые это мы может макдональдс заехать все-таки кофе куда перекусить какую-нибудь полку потому что я даже не знаю что кушать охота я подумаю как раз пока пробки толкаюсь а может все придет на поляну куда там не знаю вряд ли конечно может ребята очень подъехал я на здесь бургер кингу пойду-ка я схожу в одно заведение до плюс перекушал все-таки чего-то время 10 никуда работа не убежит стоит по делам на поляну а кто знает как говорится вот есть у меня мысль все же найти постоянную работу не знаю зачем он просто меня такая мысль попробовать давно не работал где-то как-то что-то а такси как подработку но это не точно все кривая жизни выведет напрямую как я говорю включить попозже ребят проел 350 рублей взял кофе и картошку два каких-то этих по 90 рублей по 60 лет получилось 100 рублей чизбургера этим 100 рублей картошка и что-то кофе 100 ну ладно а и соус 50 вчера я был на овсянке с гречкой энергия нам все-таки нужно так чё там пишут что-то сообщение ну в общем поставил по по делам надо подремать что ли то что-то все сдался от 6 утра тысячу заработал я ждем ребят доставочка давайте возьмем не хочу сегодня что-то возить это пассажир метров на светофоре поверните налево 2 и 2 километра куда это на так 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 давайте может здесь можно уехать он меня немножко не видит в общем со стороны конституции подъедите где там со стороны конституции как будто я местный я понял примерно парковка бесплатно так кстати не написано что от двери к двери но может выйдут включил конверчик пробираемся на доставочку 895 метров две минуты там где-то надо найти чувака который что-то мне даст на я так понял ехать недалеко местами как всегда 5 там же не было двери до двери а он меня найдет или нет ну в общем сейчас будем решать этот вопрос кипиша в моей башке эти налево как всегда решится все очень быстро я думаю ребят ехать на улицу галенёва сейчас мне только надо найти то есть бесплатный найти чувака галенёва это не от двери до двери я так понимаю и не знаю где выходить надо звонить отправитель 4 наверное это и есть александрит что хер его знает тут рынок конечно вот это вот я подскажите то ты это вот на рынок центральный я въезжаю к александрии да да и прям вот центральный там будет такое а я вас вижу в белой рубашке не тот парень стоит с магнитом пакета Сейчас он выйдет, он быстренько выйдет сейчас. Все хорошо, хорошо, ждут. Спасибо вам большое. Там девушка заберет заказ. Хорошо. Хорошо. Дал, короче, пакет. Я ему говорю, не наркотики, а он говорит, нет, нет, нет. Но как-то засмущался. А куда выезд-то? А, вот туда? Очень странный пакет, ребята. Еле нашел выход. Не знаю, что-то в реакции. Так, ну что? Мучимся. Надо сигарет еще купить. Так, стоит это 155 рублей, говорил я, да. Я, конечно, немножко расстроился. Но потом думаю, ну, значит, так. Это же не от двери, двери плюс 80, да. Ну, минималка 170 или 180 у курьера. Вот. Так что сейчас посмотрим. Проезжаем, поворачиваем на Моремо. Повернитесь направо. Посмотрим, набавит мне 25 рублей или нет. Ну так, просто ради интереса, как бы. Ну, Моремо. Блин, сегодня, конечно, я немножко превысил уже лимит по этому. Хотя, как будто шавурму и кофе съел. 350 бургеркинги до вчера целодень, ничего считай. На овсянке до гречки не выходил из дома просто. Оказывается, вычислил, что если гречку залить кипятком, она тоже минут через 20 уже готова к употреблению. Ни хера себе. Моремоальчик мой. Все, мне хочется опять доставку с Моремоала на поляну за 2 500 без комиссии. Вот это дабы. Ну, а как говорится, не каждый раз так выстреливает. Но было прикольно, я вам скажу. Помните, кто смотрел, когда я просто прикольнулся, фотоконтроль-то прошел. Так, по кассе у нас что с вами? Давайте посмотрим, может кому интересно. КФД 280, но это не точно. Так, 5 заказов, 1200 и 100 рублей чай. Ну, 1195. Но это без комиссии, напоминаю. Без комиссии, знаете, да? Если самозанятым станете на последнем шаге, мой промокод, вводите и 2 промокода по 12 часов получите. Фига, там пацан на чем-то летит, электробайкшин какой. Скорость у него нехилая такая. В каске. Ну, наверное, там мощи, да нормально так. Вот, встриали еще и в пробочку до кучи. Я уж не знаю, что там было, не спросил. 155 рублей завершить, посмотрим. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. А как же гарантия? Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Так, не понял. А, еще не отобразилось, что ли это? Сейчас заодно посмотрим, сколько я. 155. Никакой компенсации. Видали? Тариф доставка. Сейчас напишем в поддержку. Написал в поддержку, ну и сразу не до 170, а написал. Ребят, вроде как гарантии до 380 рублей. Тем более тариф, доставка. Не курьер. Вот, ну, не знаю, вдруг там что. Как там? Через 100 метров поверните налево. А кто знает, как мне там девушка одна сказала один раз. А кто знает? А, здесь похороны. Я думаю, что столько народу много. Кто знает. Короче, никак никто тут разъехаться не может. Девушка на круто-мерседесе сдает. Назад, там еще назад. Спасибо. Какая-то засада с этой заставочкой, да, получилась. Ну, это могло с любым заказом случиться. Все окей. Сочи, лето, тепло, хорошо, сигарет нету. Едем дальше. Блядь, что-то все дребезжит. Надо срочно делать ручник и это дребезжание убирать. Так, 292, продолжить. Что-то забыл трубку положить. 13 минут, тетенький вызов просто был. Так, 1641,7 заказов. Что-то поддержка написала по поводу этого. Поддержка. По поводу заказа за 150 рублей-то доставка. Сейчас посмотрим. Еще информацию по этому вопросу напишу. Получить бонусы по условию этого могут те курьеры, которые работают только на тарифы курьера-доставка. Ваша машина подходит для работы других тарифов. Поэтому эти бонусы для вас недоступны. Вот так вот. Мне кажется, они, конечно, лукавят. Напишем, что спасибо. То есть, если вы работаете только курьер или доставка, то у вас бонусы есть. А так, типа, того нету. Но, мне кажется, что-то тут не так. От двери-двери. Переул Горького возьмем. Давайте возьмем пофигу опять доставку. Опять за 150 рублей. Но от двери-двери плюс 80 по-любому должна быть. Хотя курьер написано. Так, где, 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 где заказы? Да, 155. Видите, никакого бонуса. Платная подача 20. Цена 135 вообще. Давайте посмотрим, что тут за следующая доставка. Не знаю, зачем я ее взял. Чисто интуитивно. Думаю, почему бы нет. От двери-двери. Горького 22. Куда ехать? Учительская улица. Это очень мало. Заказ такой-то. Подойдите к кассам в перекресток. Получите заказ на номер. Положите пакеты так, чтобы продукты не повредились. Предоставку. Ой, бля. Вот это да. Ой, господи. Что это за херня? Я не понял. Какую-то херню я взял, ребят. В перекресток. Мне это не очень нравится. Но давайте получим опыт. Расскажем вам об этом. Неудобно очень читать. Так. Алексей. Подойдите к кассам. Получите заказ по номеру. Положите пакеты так, чтобы продукты не повредились в салоне багажника. При доставке предложите клиенту проверить заказ. Если клиент недоволен, он вправе от него отказаться. Деньги возвращены на карту. Мне что ли? В течение трех суток. Об отказе сообщать оператору после выхода от клиента. Кто платить-то должен? Товары для получения. Давайте посмотрим. Ёпту мать. Ой, извините. Капуста, паштет, икра, напиток. Это что за фигня вообще? Сколько это интересно стоит? До Учительской ехать-то недалеко тут. Звоните от калитки, короче. Ну давайте прикольнемся. Заодно сигарет куплю, кстати говоря. Так, что у нас по итогу? Кто тут что где пишет? Блин, заговорился тут, да свернул. Поверните налево. Короче, ночью в Сочи. Через 300 метров поверните налево. Вспомнил я, что это за перекресток. Я курить хочу не дуром. Так, 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 так. Все нормально, едем. Значит, работа тут. Потом вам расскажу. Стажировку пойду, наверное. Вы охренеете, куда я пойду. Но не буду пока ничего говорить. Может, я еще и не пойду. Знать не угадаете ни за что. Ребят, не знаю, сказал вам нет. Забрал в перекрестке. В перекрестке забрал пакет. Ждал 14 минут. Стоимость, кстати, уже известна, наверное, да? 380 пока что. Может, она и будет. Немного сбивчиво, получается, записывать. Что-то я растерялся. В общем, 5,2 километра 14 минут. Уже где-то полчаса я на этот заказ потратил. Приблизительно 380 рублей. Ну, с ожиданием так и есть. И минималка бы 380 была, короче. Ну, ладно, что, 400 без комиссий, тем более неплохо, я считаю. Через 300 метров поверните налево, а затем крутой поворот направо. Немножечко Сочи просто, в тишине. Поверните налево, а затем через 100 метров. Крутой поворот направо. Поверните налево, а затем поверните направо. О, у меня столько чемоданов не убралось с коляской. У меня там колесо, куча хлама, магнитола, которую я так в авито не выложил. Как красиво все цветет-то. Так, вот этот дом. И где мне встать? Так, 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 так. Ребят, в общем, по бонусам. Бонусы действуют не для всех водителей. Был заказ с аэропорта, у меня же в багажнике аншлаг. Может, хорошо, что его отменили. А то было бы, так скажем, неудобняк. Фу, машину прокурил. Да и не очень-то и хотелось, честно говоря. Кончается лимончик, надо еще купить. Стоило это, сейчас скажу, сколько. Если бы не ожидание, если бы не ожидание, так, уже 2000 на балансе, когда я успел-то? Если бы не ожидание, видите, вон, аэропорт был, отмена. Может, машину получше захотели. 380 рублей. Ожидание 75. Корректировка стоимости 115. Так что, все-таки действует. Они там в поддержке сами не знают, что писать. Ладно. Поедем дальше. Так, ребят, кондер на все. Не знаю, что делать с этими запахами тут. В общем, что, едем, едем опять по этому же мосту. Заказов нет. Включил по делам, ничего не выпало. Ну, как будет, в общем. Мне что-то понравилась доставка. Да, подождал. Ну, 400-ки тут ехать-то было. Ну, так вот, все как-то. Пока едем. Время час дня. Я вышел в 6, что ли, на работу. Еще посмотрю, когда первый заказ был. Первый заказ был. Первый заказ был у меня в 6.42. Хотя вышел в 6, наверное. Ну, грубо говоря, с 7 до 1,4 часа и работаю. Так, ребят, на улицу Горького пришел заказ. Плюс 80 коэффициент. Как раз я туда и еду. К сумму, что ли? Нет, похоже, у вокзала. Сейчас посмотрим, куда я установлюсь. Вон, приусик, приусик, батарейка. Пробки, батарейка, экономия. Мечта такая была. Сейчас все равно нормально все. Я вам как-то говорил, да, парня с Владивостока вез. Там, это самое, в Владивостоке все приусы ездят. У них там газа вообще нету. Они не знают, что такое ездить на газу. Так, вокзал. Лишь бы не с кучей чемоданов. Насрочно багажник освобождать. Эти магнитолы вытащить. Колесо. Там, эту камеру вожу. Пакой-то хрен. Хлам, короче, один. Плюшкин, печенюшкин. Надо сегодня вынести все. Хотя колесо оставлю нафиг. Сколько с ним езжу, спокойнее. Так, ребят, 226 рублей. Оставили 300, взломал. Чемодан помог. Там кот какой-то. Забыли эти две собачки. Я отверточку быстро взломал. Ну и ладно. Так, жарковато. Я сдачи не стал сдавать. Надо без сдачи. Так, ну и ладно. Ну и ладно. Бонусов никаких не дали. Нет, 155 так и осталось. Да-да, я просто так я поприкалывался. Так, ну что, я даже не знаю. Все-таки поставить, может быть, на полянку им доставку выпадет. Гостиница Меркури. Фу, жарковато. Пожалуй, я сейчас покурю. И надо коньер включать. Поверните на... Московская улица. Плюс 100. Через 100 метров. На светофоре поверните направо. Два км подачи. Посмотрим, что там. Поехали. Блин, хотел телефон поставить, ну, чтобы заснять, типа, заказ-то. Ну, типа, так прикольней. И автоматом уже нажимаю. А почему не ставлю здесь солнце? Он греться начинает. Так что сейчас на дефлекторе. Там хоть кондиционер на него дует. Комментарий. Центральный вход. Пятерочка. Плюс 100 коэффициент. Посмотрим, что же будет за стоимость. Интересно. Напоминаю, сегодня работаю по промокоду, по самозанятому. То есть, кто решил по каким-то причинам стать самозанятым, при этом вводите на последнем шаге регистрацию мой промокод, который есть под каждым роликом, и получите две смены от Яндекс.Такси по 12 часов. Потом уже своим промокодом, как вас регистрирует Яндекс, можете делиться с друзьями, и тоже будете получать за них по одному промокоду. Оплата наличными. Много стало налички на бытхо. Не знаю, что я никого не вижу, конечно. Так, ребят, 244 рубля это стоило. Я уже, блин, боюсь, после потери той тысячи закладывают крупные куда-то в паспорт там. Диман говорит, кошелек приобрети. Говорит, Диман, куда кошелек? Кошелек я весь потеряю. А в паспорте хотя бы они тут как-то это... Как-то кучкой вроде бы. Так, ну что, продолжите. А, у меня же второй заказ был, но она не сохранилась. Я забыл. Нет, сохранился. Куда мне ехать? 3,8 километра. Такое ощущение, что где-то сзади. Давайте попробуем развернуться, и будь что будет, да? Может, не 3,8 возрождения. Там КФ маленький был. Посмотрим, пересчитает маршрут. Нет, может быть, недовольный был, но вроде ничего. Чай, правда, не оставил, но как бы не обязательно. Так, направо, да? 3,8 так и осталось. Ну ничего. Куда мне... А, 1,2, ребят, пересчиталось. И обратно в эту же горку на бытку. Там просто односторонняя. И, видимо, там где-то возрождение. Алло. Алло, здравствуйте. Вы поднимаетесь внизу, да, я так понимаю? Да. А вы знаете, где в магазин магнит? Не совсем, но, наверное, увижу. И что, справа будет, ага? Ну справа будет магнит. Сразу после магнита, после магнита, будет ворот направо. 3 высокие первой нежели. Через 300 метров поверните направо. Ага, все, понял. После... После магнита. Сразу после магнита направо. Все, понял вас. После магнита. Пишется все, да, я забыл выключить-то. 3 высотки первой нежели. Короче, 3 высотки первой чего-то там. После магнита направо. Короче, ребят, похоже, я встрял, не увидел я этот магнит. 3 высотки в самый низ. Ну, какой-то высотки я подъехал. Ну, похоже, не туда. А может и туда. Ставим на месте, сейчас посмотрим. Или куча матов, или не куча. Оплата наличными. Так, 22 дом. Я не знаю, какой это. 3 высотки в самый низ. Я у подъезда, в принципе, встаю. Ну, не уверен. Мой косяк, девушка говорит. О, взяли за ожидание. Я говорю, без проблем. 180 рублей перечисляйте. Так, что там? 190, да, перечислила? 190. 190, 190. Так, итого 2,611 заказов. Ну, что, тут театр, короче, только вниз. Только вниз. Поехали. Блин, сейчас бы доставочку рублей за 500 бы съездить. Без пассажиров, спокойно, с музычкой. Ну, посмотрим, как будет. Морюшко, вон, уже там какие-то парусники, как-то они там называют. Доски, доски с парусом, как называется. Да, кондёрчик-то уже еле справляется. Надо будет, ой, уже сгорают люди. Надо будет фильтр поменять салонный. И, может быть, надо заправку съездить. Но сначала ручник. В принципе, уже у меня деньги есть. Ручник можно будет сделать без проблем. Все, раньше помните, как-то кто смотрел и говорил, почему меня сюда вызывают просто так. А здесь канатная дорога из парка сюда спускается. Вот здесь минивэнчики стоят. А я думаю, гостиница, что ли, какая-то. Вот видите, Яндекс.Маркет. Ну, кстати, работа есть. Можно на микроавтобусах работать. Развозят они прямо вот тут и Мерседесы. Что-то тут нету. И парковки у них оплачиваются. Как-то там парк. Какие-то карты есть. Ну, в общем, такое все. Клермонтова. Плюс 40. Ну, поехали на Лермонтову. В гору, что ли, куда опять? Через 300 метров поверните направо. А затем поверните направо. Лермонтова. Плюс 40. Какой-то безымянный переулок. Сейчас вам скажу, сколько до него. 5,3 километра. 16 минут. Говорил, ребята, он в Донец будет стоить 197 рублей. Наверное, нормальная цена, плюс 80. Но я просто уже, когда привыкаешь к ценам 300-400, 200 вообще уже не котируется, блин. Вот тут морально, конечно, тяжеловато. И лучше уж подождать, ну, доставку за 400, как говорится. Так, что тут кипишь, а что-то в аптеку пошло. Всего доброго. До свидания. Всего доброго дня. Спасибо вам тоже. Что-то поднадоело работать. 2 800. О, нормально, не надоело. Давайте все же поставим. Потому что все равно Вадлер надо будет сегодня вечером. А сегодня какой день недели-то? Давайте посмотрим. Да, четверг мне сегодня Вадлер. Желательно бы, конечно, чтобы туда сейчас уехать. Ну, куда ехать-то здесь хрен его знает. Где выход, да? Ну да, сегодня так как-то тепло стало. Движуха какая-то хотя бы. Макси-скудер. Что-то никто не хочет ехать. Так, тарифы-то у меня все. До 160. Коэффициенты. Тарифы все. Тишиновой пиве. Нет, нет. Лица налево. Что, давайте все подряд одобрать, что-то. Через 200 метров. На линию. Я бы доставочку повозил. Чебриково, плюс 140. Чебриково, плюс 140. Ничего, издеваетесь, что ли? Сюда, что ли? Что-то, наверное, не туда я свернулся. Да, или сюда. Если сюда, то как бы вообще получается, что я прямо здесь. Ничего, если сюда, то я прямо здесь. Прикол. Так, сюда-сюда, да что-то как будто не сюда. Вы приехали на морской вокзал по безналичным 3,2-14 минут. Ладно, посмотрим. Пассажир написал 4 подъезда, Олеса говорит. Где там 4 подъезда, я не знаю. Тут колеса стоят. А тут тоже не подъедешь. Я не знаю, куда подъехать. 259, ожидание 23. Девчушка переехала после отпуска. Жара. Девчонки начинают раздеваться. Мозг начинает волноваться. Так, я пропустил один заказ. Сейчас не знаю, этот у меня. Картинность-то упала, нет? Самолетик что-то не срабатывает сегодня. Надо где-то встать. Давайте вот встань. 344,13 заказов. Даже сам не ожидал, как такая сумма. Так, нет, активный 100. Самолетик сработал. Уровень бронзы. Что-то у меня медленно натикает, набегает. Давайте все же отключим по делам. Вдруг выпадет. Заказик 100 метров, но без коэффициента, без всего, я не знаю, что там будет за цена. Посмотрим, давайте съездим. Один на 9 километров, без комиссии, я думаю, это будет вообще, короче, 50 рублей. Посмотрим сейчас. 2 километра без коэффициента, это сколько? Поверните направо, во двор, а затем поверните налево. Так, есть налево, да? До конца маршрута не осталось 100 метров. А сколько там сношено? Там что-то маленькое. Ага. 54 рублей. Возьмите. Спасибо большое. Пожалуйста, все хорошо, отсоединяйтесь. Так, там нет машины? Нет, нет, тишина в эфире. Так, ребята, такие цены тоже бывают, дали 60 рублей, я вообще в шоке. Нет, это все нормально, просто привычка, понимаете? Так, включил я, включил. Сняли в этот раз, наверное, активность. Яндекс тоже не дурак. И че? Нажмите, чтобы отключить заказы по цепочке. Че у меня? Ага, давайте-ка, ребята, опять поставим уйти. И все же опять поставим по делам подъемник. Че-то мне уже... Вот так. Через 50 метров поверните направо, а затем поверните... Ну, че-то подустал я. Ну, че-то подустал я. Не та же подустал, поднадоел. Че устал-то? С кондерчиком вообще... В доставочке сегодня много, то есть... Вообще не в напряг сегодня, по кайфу. Просто как-то... Морально поднастопи. Поднастопи играла. Так, ну че. Блин, доставку какую-нибудь взять бы. А может чисто... Давайте-ка я, знаете, что сделаю? Сделаю с вами так, попробую. Поверните направо, а затем поверните налево. Машин нету. Завершаем. Кстати, 398. Блин, а... А, 54 же не считается. Тарифы. Выключаем эконом. Надоел эконом. Выходим. Заходим. Доставку курьера ставим. Посмотрим, что из этого выйдет. Какой-то шляпе у вас пошел. Мне что-то... Ну, как-то не прикалывает вообще. На линию. Все. Правда, вам бывает не сразу. Яндекс соображает, что тариф выключили. Ну, как бы это. И куда-нибудь сейчас, где я вообще, в сторону Муримола, может, поехать. Откуда я приехал, вы помните, нет? Налево направо. Налево направо, по-моему, оттуда. Да, сейчас погода хорошая. Доставки вообще, наверное, все заняты. Мопедисты все возят. Хотя, что-то мопедистов мало на улице. Я потихонечку проедемся по городу до Муримола. Магазин «Мелодия» сейчас будет. Литарный центр «Мелодия». У меня «Мелодия» ассоциируется с Ниженогром. Вот, самокаты в «Газель» загружают. По три рыжего. Руки вверх, тоже в хорошем месте. Там бар свой открыл. Здесь «Айриш Пап», тут рыжий, наверное, в кустыре открыл. Иванушки. Кстати, нифига сейчас такси «Максима» обклеено на номерах. Даже не абхазских на каких-то было. Че, так можно, что ли? Нифига себе. Так-то в Абхазии можно взять нормальную тачку. По дешевке. Электромобиль какую-нибудь доставочку возить. Часы «Ракушка», «Ривьера». Что-то с доставкой туговато. Может посидеть с режимом «По делам», пождать у «Муримола» в Адлер. Ах, я бы самое то в Адлеру ехать, блин. Или на доставочке. Знаешь, как рулетка ставишь там на черное, на белое, что выстрелит. Ребята, пришла долгая поездка. Я так понимаю, в Адлер. На авиационную улицу. Посмотрим, сейчас сорвется ли она или нет. Через 300 метров поверните налево. Стоял, ждал по доставке и включил эконом. Вот пришла, не знаю, долгая поездка. Авиационный, аэропорт, наверное, там где-то. Да-да-да-да. Мимо ЖД и там авиационный. Здесь еще безнал будет вообще нормально, блин, поспокойней. Новоселов 5, подъезд 2. Ставим на месте. Оплата, конечно, наличными, но надеюсь, что все будет хорошо. До авиационной у нас 30 километров 32 минуты. Пассажир написал, уже выхожу. Посмотрим, кто будет. Я думаю, 30 километров, но должна быть, наверное, тысяча, я думаю. Как вы думаете, сколько будет? Пассажир написал. Здравствуйте, вы проехали мимо. Вы проехали мимо, говорит. Как мимо? Для связи с пользователем заберите, пожалуйста, добавочек. Так, какая-то херня. Я стою у второго подъезда, как указано, где вы. Ребята, доехали без пробок. 888 рублей это стоило. Хотел заснять и нажал на кнопку. Держитесь левее. Пришел заказ вверх невеселый. Сколько туда туда? 5 километров. Даже не знаю, ехать, не ехать. Ну, давайте уж взял. 888 рублей, но я считаю, это неплохо, потому что я в Адлере. В принципе, чего и хотел. 5 минут можно успеть, надо курить. Хотя 1 километр. Так, и того, и того у нас за сегодня 4.090. Ну, неплохо, так скажем. Правда, без комиссии. Промокод, помните, да? Становитесь самозанятым, на последнем шаге вводите мой, получаете 2 по 12. Ну, что, верхний веселый. Что-то я уже так не хотел сюда ехать. Не знаю, по каким причинам, что я это... Так все хорошо. Что? Тут уже точно, наверное, я не знаю, что даже выпадет. Ничего не выпадет. Завершаем. По делам на поляну, что у меня стояло 4.316 заказов. В общем, ребят, вон горы впереди. Не знаю, передаст ли камера. Еду в село Черешня. Тут я еще не был. Поверните налево. Без коэффициента, скорее всего, там будет рублей 50. Ну, ладно, у меня до полседьмого промокод, я где-то до шести. И вечером даже не знаю, выйду или нет. Такой рабочий день сегодня, так скажем, налегке прошел. Давай. Ноги не ставят. Мне бы как-то сейчас назад сдать. Короче, доехал я. Пробки капец. Надо заправиться. Спасибо за поезд. Да. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Все нас заказов. 4. 644. 644. Как-то надо, короче. Все. Заправка тут рядом. Как раз сейчас газом заправлюсь, дополню. Немножко, конечно, не так повернул. Хер с ним так пришлось сделать. Всем пока. Спасибо, что смотрите. Очень большое вам. Что я уже сказал, всем пока и спасибо. Это, да? Ну, в общем, все, еду по делам. Вот такой сегодня получился рабочий день. Вон, девушка, как загорела с красными ножищами. В Сочи наконец-то тепло сегодня. Сейчас, я так понимаю, под вокзалом развернусь. И куда-то там еще покручусь. Прямо 5 километров и 17 минут. Ну, как-то так. Кому интересно, подписывайтесь. Всем удачи, хорошего дня. КОНЕЦ